всем привет такое абрикосовое лето обожаю все что связано с абрикосами с летом с июлем с жарой правда у нас идет дождь второй день до этого была жара ничего страшного а пока я хочу из этого чудного фрукта из вот этого вот богатство из моего абрикосового сварить джем не варенье а именно джем но так повелось что он спелый кстати вот отсюда из дружбака так повелось что основные заготовки закатки на зиму делают мамы 1 и 2 а я всегда стараюсь делать что-то такое небо большом количестве а я стараюсь делать в небольших масштабах но чтобы это было необычно и с каким нибудь из иском и вот я придумала этот раз приготовить абрикосовый джем с идемки покажу не для этого надо сбегать сад а там идет дождь сейчас чуть-чуть придется намочиться но я вооружена и совсем не опасно но хочу нарезать этот раз мелису две веточки мелисы лимонная мята вкусная вкусно а идет мелкий противный как из сито дождь такой сеет прямо давно не было главное чтобы не такой как был вчера вот я поставила видео посмотреть так не лиса и идем в домике не страшно там пусть идет дальше дождь мне очень нравится когда нашла кошелек привезенные еще из египта а он так интересно побрякивает бубенчиками поэтому хожу по дому сама себя развлекаю вкусно любое варенье варится в несколько этапов у меня сейчас я помою вот эти абрикоски они такие уже совсем совсем спелые зрелые и дальше буду показывать что буду делать давайте посмотрим вместе пусть пока стечет абрикосы относятся к таким летним ягодам фруктам как и впрочем и черешня которых кажется что вот уже наелся переел но стоит им только пройти сезон как начинаешь скучать и думаешь даешь не наелась не на готовилась вдоль мечтаешь о том чтобы дожить до следующего дожить до следующего лета и снова насладиться вот этим вот прекрасным ярким ароматом лето с черешней история такая что в этом году слава богу наелись дерево нас одарила прекрасным урожаем а абрикоску пришлось свою утилизировать ну что посадим новое дерево так что касается вот этого абрикосового безумия так скажем то абрикосы очень прекрасно сочетаются с какими-то травками можно например с лавандой но я уже сказала и придумала что этот раз у меня будет с мелисой это лимонная мята вот мне сейчас надо будет освободить абрикосы от косточек в данном случае я не стараюсь чтобы остались половинки целые так потому что это будет не варенье а будет джем вот поэтому разрезаю пополам вынимаю косточку косточка достаточно крупная я ее высушу разобью и потом съем так пока не взвешиваю пока даже не знаю сколько примерно здесь у меня по весу абрикосов потому что сейчас я это все отправлю на огонь без воды ну то есть я абрикосы помыла и здесь какая-то влага на них есть и в том числе абрикосы сами по себе достаточно вот это вот то что совсем черненькая я обрежу достаточно сочные затем затем буквально я чуть-чуть проварю они станут мягкими и при помощи блендера я превращу это все дело в пюре можно было бы сразу в блендере сделать пюре но я хочу чтобы она чуть-чуть помягче стала а потом протру через сито и только по тогда взвешу сколько у меня получилось вот этого абрикосового пюре и тогда уже добавлю по весу сахар так все идем к плите включаю делаю такой средненький слабенький даже меньше среднего огонь пусть они чуть-чуть размякнут обычно когда варят абрикосовое варенье либо джем половинки засыпают сахаром оставляют его она иногда на сутки иногда на ночь чтобы пустила сок вот в таком варианте я тоже еще не делала впервые но чуть-чуть мне надо чтобы они стали такие вот просто подуставшие обмякшие и в то же самое время чтобы это все естественно и не пригорело воды не добавляю нисколечко мне нужно добиться такого эффекта вялости утомленности чуть-чуть буквально там две-три минутки они у меня постоят и естественно как любое варенье я буду варить его в несколько этапов и за сегодня это не произойдет в любом случае можно было бы вот эти половинки еще их измельчить так на четвертинки ну вот уже они стали давать сок еще чуть-чуть так вот буквально пару минут они стали такими маленькими хорошенькими сейчас я уже это все выключаю опять же можно было бы даже пропустить этот этап и не делал и не делать такого но мне захотелось чтобы они стали чуточку помягче тыкс вот и теперь при помощи погруженного блендера превращаю это все в такое пюре теперь задача предстоит поинтереснее чем просто взбивать блендером пюре нужно пропустить его через сито таким вот образом ложечкой ложка за через сито его протираю чтобы получился чистейший такой нектар чистейший абрикосовое пюре все встретимся когда я все это дело протру в общем такими нехитрыми усилиями при помощи сито я протерла абрикоски хочу сказать что несколько дней назад я делала точно также джем из еж ты из гибрида смородины черная и крыжовника куда мне гораздо тяжелее пришло и дольше перетирать так а сейчас я взвешу сколько у меня получилось этого пюре на весах у меня казан варю я варенье в таком мамином казане коим она со мной поделилась в нем ничего не пригорает и мне удобно высокая даже несмотря на мои небольшие масштабы так 0 на весах наливаю и что мы видим покажу а видим так я во всяком случае вижу пятьсот девяносто три грамма значит абрикосы у меня достаточно сладкие поэтому я наверно скорее всего не буду добавлять сюда один к одному грамм четыреста добавлю сахара чуть-чуть я туда уже сыпанула ну я меньше так грамм четыреста чуть больше пока можно я отберу учитывая что я одну ложку лишнюю вот будем считать что до этого была у меня ложка и вот триста восемьдесят еще одна ложка четыреста грамм сахара и теперь я вот это ставлю на огонь включаю делаю его таким не сильным и еще сюда я брошу сначала две веточки мелисы потом вот эту ветку я достану эти две ветки и брошу снова другую когда буду второй раз варить я думаю что раза три я буду варить этот джем мелисой пусть он насыщается можно будет потом порезать мелко но вот эта фракция зеленая будет чувствоваться джеми скорее всего я так делать не буду но вкусом ароматом пусть напитывается сейчас доведу до кипения прокипячу наверное минутки три выключу оставлю до завтра а завтра встретимся надеюсь вновь но через пару секунд конечно с вами так у меня начинает кипеть я сейчас засекаю три минутки ну может быть 5 и выключу так еще такая история во многих рецептах добавляют в абрикосовый джем либо лимонную кислоту либо лимон либо сок лимона я решила вот дольку лимона сюда кинуть тоже пусть она чуть-чуть проварится часть я посмотрю по времени она кипит значит по времени у меня прошло пять минут ну лимонную дольку кинула еще одну минуточку пусть она там на медленно-медленном огне а потом лимонную дольку я выну из джема и выну веточку мелисы и добавлю другую на втором этапе и потом когда буду третий раз варить тогда уже и эту достану чтобы не было более может быть листики кину но листики некрасиво они выварятся и будут такими коричневой субстанцией плавать джеме а пахнет мелиса так все я выключаю у нас уже вечер 18 17 на часах и оставляю до утра остывать утром второй раз нагрею остынет у меня где-то до вечера опять там часов за за пять может быть через пять снова закипячу и залив баночки думаю будет вкусно